В прямом эфире новости Татарстана. Добрый субботний вечер в студии Даяна Саитова и в начале коротко о главных темах выпуска. Так совпало. Поздравляю вас с праздником Благовещения и с преблагословенной субботной. Чем в Благовещении перед Пасхой занимались православные, узнал Дмитрий Аринин. Все, что созрело для весенних ярмарок. Не мнется никак и товарный вид. О скидках и самых актуальных весенних продуктах по ярмарочным рядам прошлась Альбина Минебаева. По газону не ходить и не бегать. В этом году зима просто сдвинулась как бы по времени. Насколько готово поле и сам стадион Казань-Арена к чемпионату мира, узнал Салават Ухмадулян. Welcome to Kazan от людей в погонах. Когда не встречаешь людей, которые могут тебе на английском объяснить, то это трудно, можешь действительно потеряться. Почему-то торсатские полицейские заговорят на английском, выяснял Сергей Хайдаров. День радости и печали. У православных сегодня совпали две знаковые даты. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и Страстная Суббота перед Пасхой. Напомним, Благовещение всегда отмечается 7 апреля, а День Пасхи ежегодно приходится на воскресенье, следующее за первым весенним полнолунием. Чему сегодня этот особый день посвятили татарстанцы, узнал Дмитрий Аринин. Пасхальные блюда, куличи и крашеные яйца сегодня многие верующие принесли с собой в храмы на богослужение. Благовещение, по преданию, в этот день Деве Марии явился Архангел Гавриил и возвестил, что у нее родится сын, который станет спасителем. Такой праздник необыкновенный, светлый. О чем-то хорошем говорит, о будущем. Хочется почувствовать этот праздник, тем более Пасха, состояние души, Бога вдохновенное, что ли. Это же Мать Господа Бога, как их можно разъединить. Это одно целое, единое. Мы радуемся это все вместе, оно и то же. При совпадении христианских дат, а в этом году Благовещение совпало со Страстной Субботой, сегодняшний день поста более мягкий, разрешается есть рыбу. К субботе большинство православных уже завершили приготовление всех пасхальных блюд и убрались в доме, так как в Благовещение советуют не браться за тяжелую работу и уборку. Квартиру привела в порядок полностью. Как положено, окна надо промыть обязательно, чтобы Пасха вошла в чистые окна. Ничего не делаю. Ничего буквально. Вот яички покрасим, кулич подстряпаем, и все на этом. В городах и районах уже тоже все готово к встрече Пасхи. Елабужские школьники всю эту неделю мастерили пасхальные подарки, праздничные открытки и упаковки для яиц. Глаза приклеил их сюда, яйцо и подарить любому человеку. Подарок нижнекамцам сделали местные хлебопеки. В этом году на комбинате не просто испекли куличи, но и пригласили батюшку осветить их. Так на стол к горожанам они уже попадут благословенными. Благословляйся, свящаясь куличи, благословляйся, святая Духа, аминь, и священная Духа, аминь. Независимо от того, что наши люди работают без выходных, как вы видите, все улыбаются, встроить посыл свыше, наверное, есть. Поэтому и куличи производятся с любовью, с радостью. Сегодня в храмах прошли особые богослужения. На них читали отрывки из Ветхого Завета, вспоминая весь путь Иисуса Христа к воскрешению. В Казанском Благовещенском соборе литургию провел митрополит Феофан. И дай Бог, чтобы эти оставшиеся часы, когда мы провозгласим Христос Воскресе, были бы для нас часами очищения. Поздравляю вас с праздником Благовещения и с преблагословенной субботой. Пасхальные богослужения пройдут сегодня вечером перед полуночью. По традиции, в ближайшие дни в республику должны доставить частичку благодатного огня из Иерусалима. Дмитрий Аринин, Ренат Сафинер, Фалеракипов, Айрат Шигалямов, ТНВ. Сельчане поделились своими запасами с горожанами. Фермеры республики привезли в Казань тонны картофеля, мяса и муки. В отличие от осенних и зимних ярмарок, на прилавках появилась и пассивная продукция. Как разглядеть в весенних продуктах лучшее по качеству и цене? Альбина Минибаева прошла по торговым рядам. 260 отдадите бабушке? Бабушке дадим. 260 бабушке? Да. Все, бабушке за 260 покупаете? Покупаем. Торгуются все. Всезезонные правила для всех ярмарок. Правда, у весенней уже свои продукты посевные. Вот замминистр Минсельхоза республики подсказывает нам, как выбирать сивок. Вот такую посажу. Какая вырастет? Вот такая вырастет. Вот такая будет. За каждый продукт фермеры отвечают репутацией района. На ярмарочных павильонах и картошка, которую достали из погребов. Проверяем ее. То есть каждая картофельна вот такая вот? Да, да. Ну давайте откроем, посмотрим. Давайте. Вот, давайте, режьте. Давай. Кисть я дам. Слушайте, ну не обманули. Все взяли на праздники. Мясо тут где-то есть. Молоко у нас выгодно, конечно. Молоко очень выгодно. За молоком здесь отдельная очередь. Литр отдают по 30 рублей. Казанцы экономят, фермеры зарабатывают. Цены же хорошие. А у нас же сейчас дают 13 рублей за литр. В деревнях уже. Оптом. Оптом. Средняя цена килограмма мраморной говядины 280 рублей. Перед Пасхой запасы фермеров опустили за час. Полшестого стали, полседьмого года, это семь уже. Вот это место осталось. На этой неделе в агропромпарке торговали фермеры из Кукмарского, Сабинского, Оксубаевского, Нурладского районов. И один только рыбак из Арска. Он же удивлял живыми карпами. Живая! А? Припомни сегодня из Арска эти рыбки. Казанцам на их праздничный стол. Это третий ярмарк у нас. Она сегодня активна, так как воскресенье, большой праздник. Активность горожан сегодня гораздо больше покупают. Яйцо на ура идет, мясо на ура идет. Фермеры и районы на ярмарке сменятся. На следующей неделе закупиться на торговых площадках можно будет до 1 мая. Альбина Менебаева, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Поздний приход весны. Одна из главных проблем предстоящей страды. Непростую посевную спрогнозировал сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Об этом Арат Ахметов доложил на совещание с участием президента. Тактику посевной придется корректировать, ведь по предварительным прогнозам май и июнь станут жаркими. А значит, главный упор на сохранение влаги. Вторая задача это получение максимально ранних сходов. В преддверии посевной задачи перед главами поставил президент Татарстана. Уважаемые главы, вот как таблица умножения. И вот как удобрения, как семена, подготовку техники, подготовку механизаторов. Вся эта система, она должна четко заранее быть подготовлена. Вникайте в эти вопросы. Если руководитель района в эти вопросы не вникает, если он эту тему не знает. Есть определенный период, когда ты удобрения вносишь. Есть агротехнические сроки. После этого смысла нет работы. Стало ясно, какие подрядные организации займутся капремонтом жилых домов. О том, что аукцион определил основных строителей, заявил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Рек Файзули. Информация прозвучала на традиционном субботнем совещании с участием Рустама Миниханова. Планируется отремонтировать порядка тысячи домов, где проживает 224 тысячи человек. А вот другие подрядные организации должны отремонтировать детские лагеря до 15 мая. Один объект уже сдан. При этом президент призвал обратить внимание на обеспечение безопасности детей. Казань-арена готова к чемпионату мира на 95%. С поля стадиона уже убрали специальные газонные лампы, а строители заканчивают мотаж медиатрибун. Когда на арене пройдут первые матчи после перерыва и почему рубин отправили на центральный. Салават Мухаммадуллин. По газону не ходить, как минимум до мая. Если на первый взгляд поле Казань-арена кажется идеальным, то вот при детальном рассмотрении виднеются небольшие пробелы. У агрономов, чтобы сделать траву более густой, осталось меньше месяца. Но на этот раз хоть отскок остается у футболистов. Рубина подача. Гол! 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 Это отрывок матча «Рубин-Спартак» на Казань-арене 17 марта этого года. Тогда состояние поля не критиковал только ленивый. Сегодня при взгляде с верхнего яруса покрытие вопросов не вызывает. Последний подсев мы провели 2 апреля. Сейчас ведутся обработки стимуляторами роста, фунгицидами, иной агрохимией, покосой и плановое агротехническое мероприятие. На это время «Рубин» переехал на стадион «Центральный». На Казань-арене работы сейчас завершают строители. Дополнительные трибуны для медиа – обязательные условия от ФИФА. Примем различные меры, проведем работу над ошибками, чтобы на следующие сезоны, в том числе и осенью, и весной, играть только на Казань-арене. Но это, как сказать, опять-таки мы увеличиваем пространство для медиа, мы увеличиваем пространство немножко для хоспиталити. Первый матч после перерыва Казань-арена примет 6 или 7 мая. Он станет тестовым в преддверии чемпионата мира. На обновленное поле выйдут футболисты «Рубина» и «Уфы». Слава Тухмадолина. Подскажу дорогу до метро итальянцу, ответят на вопросы французов и помогут англичанам найти стадион. В Татарстане появится специальный туристический отряд полицейских. От привычных стражей порядка их будет отличать специальной повязкой знания английского языка. Такие отряды уже 4 года работают в Москве. К чемпионату мира полицейские полиглоты должны появиться во всех городах Мундиале. Подробнее в материале Сергей Хайдарова. Коммуникабельные и говорящие на иностранном языке. А лучше нескольких. В преддверии чемпионата мира по футболу полицейские Татарстана придут на помощь туристам. Если для Казани туристическая полиция что-то новое, то в Москве такие отряды работают уже 4 года. Для Романа Степанова этот Мундиаль станет третьим крупным турниром в послужном списке. Говорит, что туристов много, все разные и с каждым нужно найти общий язык. Кроме изучения иностранных языков, большое внимание уделяется также изучению культуры других народов, других стран. Кроме Казани туристическая полиция впервые появится в Сочи и Санкт-Петербурге. Для того, чтобы все это организовать, привлекать дополнительные силы или расширять штат, этим городам не придется. Англоязычные отряды соберут из действующего состава. В городах Мундиали такие отряды полицейских полиглотов появятся по решению министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Для них уже определена правовая база и основные полномочия. Патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений. Они проводят итальянцев до метро и помогут советам англичанам. Такое внимание к иностранцам со стороны людей в погонах – большой плюс для имиджа страны, говорят эксперты в сфере гостеприимства. Это повлечет увеличение безопасности туристов, а значит создание более благоприятной обстановки для гостей города. И, конечно, это будет, я думаю, одним из таких знаков качества туристических услуг, которые предоставляются на территории Республики Тарстан. А что касается гостей Казани и горожан, то, по их мнению, такая идея – very cool. Когда не встречаешь людей, которые могут тебе на английском объяснить, то это трудно, можешь действительно потеряться, можешь даже в какую-то беду попасть. В идеале, наверное, все полистейские должны знать хотя бы английский язык. Им лучше, я думаю, знать английский хотя бы в пределах школьного образования. Чтобы можно было обратиться. На службу в Казани туристическая полиция выйдет уже 5 мая. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. За деток малых больше баллов. Министерство образования России предлагает начислять молодым матерям дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Претендовать на льготу смогут девушки до 23 лет, получающие высшее образование впервые. К своим результатам ЕГЭ они получат прибавку в 3 балла. Необходимая поддержка или несправедливость к другим абитуриентам. Мы выслушали мнение казанцев. Ну если на ИГЭ они не добрали, допустим, то есть они не смогут поступить, и куда им теперь деваться. Да, я считаю, это правильно. Тогда люди, которые своим трудом, своим умом заработали эти баллы, не смогут поступить из-за того, что девушка, которая родила, поступила. Это же нечестно. Я не думаю, что там будет прям плюс 100 баллов. Это же нужно поощрять, если у нее есть ребенок, и она стремится к тому, чтобы образовываться. Куда им учиться, если у них есть ребенок? Сначала воспитать. Думаю, это скорее несправедливо, потому что те, кто готовились и сдавали, они могут из-за этого не пройти. Справедливо, конечно, нужны льготы. Нужно демографию в России повышать хотя бы какими-то такими действиями. Ну, помочь, это, возможно, какая-то там соцподдержка, от помощи, уже в дальнейшем, материальную поддержку, уже в дальнейшем в учебе, а не при поступлении. Броски на грудь, спину и плечо за звание мастера спорта России. Сегодня в Казани начался турнир памяти мастера спорта международного класса Накипа Мадьярова. Столичный ковер принял лучших самбистов со всей страны уже в 28-й раз. Что ждет победителей? Почему не обошлось без травм? Салават Мухаммадуллин. Ноги выше плеч, руки работают двойками и готовы к захвату. Боевое самбо на радость трибунам и на риск спортсменов. Уйти с ковра самостоятельно удается не всем. Эмиль Зиганшин представляет республику в традиционном спортивном самбо. Это его первый турнир после перехода из юношеского спорта во взрослый. Свой путь к вершине Олимпа сегодня начал с победы над соперником из Башкирии. У меня первый год только участвую. Это первый мой турнир такого уровня. Ответственность колоссальная, конечно. Главное, какие для себя результаты будут считать? Считаю, мастера это как минимум надо выполнить. Сейчас возможность есть. Выполнить мастера, значит победить на соревнованиях. Они проходят уже в 28-й раз. Некоторые из нынешних тренеров когда-то сами начинали взрослую карьеру в Казани именно на этом турнире. Многие члены сборной команды в свое время Советского Союза, сейчас сборная России выступают на этом турнире. И этот турнир является хорошей подготовкой к чемпионатам мира Европы, кубков мира. Турнир проводится в честь многократного чемпиона СССР по самбо Накипа Мадьярова. Во второй раз за историю соревнований на ковер выйдут и девушки. В этом году мы увеличили чуть-чуть состав. Стало 6 весовых категорий по боевому самбо и 4 по девушкам. С каждым годом мы увеличим весовые категории и все больше и больше людей принимает участие на нашем турнире. Всего в этот уикенд на Казанский ковер выйдет около 300 спортсменов из 26 регионов страны. Турнир продолжится завтра с 10 часов в спорткомплексе «Олимпиец». Слава Тухмадолин, Марат Зайдолин, ТНВ, Казань. Змеи, пауки и ящерица не напасть, а приятное соседство. Именно эти насекомые, присмыкающиеся, живут в квартире у челнинца Евгения Юрьева. Как хладнокровные опасные становятся домашними любимцами, узнавала Светлана Звонарева. Это уда спокойный, как удаф. Он суперспокойный. В квартире у Евгения Юрьева живут необычные соседи. Два удава, два паука-птицееда и одна ящерица-бородатая агама. При смыкающимися и насекомыми молодой человек начал интересоваться еще в детстве. Рептилии почти всегда присутствовали в жизни Евгения. И почему он выбрал именно их, а не пушистых кошечек-собак, объясняет просто. Они не линяют, от них шерсти нет дома. Они не царапают мебель. Если вдруг мыши заведутся, они их поймают без проблем. Бывает то, что после работы прихожу, они ползают, делают такой приятный массаж змеи. Успокаивают? Да. А Евгений в ответ заботливо ухаживает за удавами. Кормит парочку перепелами, держит в специальных боксах, купает в ванночках, а летом гуляет с ними на улице. Горожане часто просят сфотографироваться с рептилиями. А еще удавы несут и познавательную функцию. Молодой человек приносит их на специальные уроки для детей, как наглядное пособие. Несмотря на то, что эта змея считается спокойной, иногда рептилия устраивает сюрпризы. Я тут хату разнес, пока меня дома не было. Потом приехал, поймал его. Женя, бери, пожалуйста, его. Женя, я сейчас за руку. По соседству со змеями в отдельных террариумах проживают пауки-птицы еды. Соседи они спокойные, да и в еде непривередливо питаются тараканами. Давай его на микрофон посадим? Давай. А вот бородатая агама вызвала бурю эмоций. Казалось бы, хладнокровная ящерица в жизни оказалась забавным и милым питомцем, который как будто постоянно улыбается. У него взгляд очень умный, она такая сидит. Как говорит сам хозяин экзотического мини-зоопарка, скучать его подопечные не дают. Да и гостей в доме всегда есть чем удивить. Светлана Звонарева, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, ТНВ, Набережная Челны. Самое интересное и обсуждаемое на этой неделе в нашей традиционной рубрике в сети. Всем привет! Настало самое грязное время года. Все тает на улице слякоть и лужи. Большие лужи. А кто, досусть по всему, потерялся во времени, елку только сейчас убрали. Ребята, Новый год уже давно закончился. Снег уже потихонечку уходит, и из-под снега появляются подснежники. Ну, у кого-то подснежники в виде машин. А вот кто уже едет на автомобиле, то для него на определенном участке пути начинается шоу-интуиция. Ехать или не ехать? Вот в чем вопрос. Какие-то дворы превратились в квест-зону, и чтобы дойти до подъезда, нужно пройти полосу препятствий. А другие в аквапарк. Так что, милости просим, пишут жители этого двора. Куда он ходит? Вот сейчас... Но это все ничего. Строители не перестают удивлять. Вот только растаял снег, весь асфальт в лужах. А это значит, что? Правильно. Самое время ремонтировать дороги. Да, друзья, эту страну уже никак не победить. После глобального потепления самым обсуждаемым было, конечно же, 1 апреля. Или, как его любят называть, День дурака. Было много шуток, приколов и так далее, но самой интересной и оставившейся след в жизни многих людей стала шутка Илона Маска. Он 1 апреля выложил такой твит. Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, включая отчаянную массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Тесла абсолютно и полностью обанкротилась. Так обанкротилась, что вы не поверите. А после этого твита еще и выложил фото на фоне третьей модели электрокаров с картинкой, где написано «Банкрот». После этого твита биржевой рынок скакнул. Акции упали на мгновение, что не могло оставить равнодушным многих людей. Вот такой юмор и такие шутки. Здесь, наверное, подойдет только вот такой вот мем. Ни для кого не секрет, что в Казани экстремала хватает. Вот, кстати, один из них. Канатоходец решил перейти Булак. И мой главный вопрос – зачем? Пользователи предполагают, что это была какая-то пиар-акция цирка Казанского, но непонятно. Кстати, как вы думаете, получилось у него дойти или нет? Смотрим. Но канатоходцы на этом не останавливаются. В Казанском метро замечен еще один любитель адреналина. Может, это какой-то заговор? И канатоходцы пытаются захватить мир? Задумайтесь. Ну и, друзья, пока далеко не уехали, наша постоянная рубрика в сети с президентом. Вот такая фотография есть в ленте Рустама Миниханова. Марта Зайнулина – заслуженный мастер спорта и призер Пареолимпийских игр 2018 года. Президент ее поздравил в Кремле. Затем он участвовал в заседании Госсовета России с уже полюбившимся нам постоянными героями инстаграма президента. Ну и, конечно же, традиционная площадь свободы. Но уже оттаившая и солнечная. Эрдоган увел девушку у Путина во время фотосессии. И именно такой заголовок вы могли увидеть в сети на этой неделе. Президент Турции Таип Эрдоган во время фотосессии попросил стоящую рядом с лавандиром Путиным девушку перейти на его сторону. Ну и видео сразу же полетело в сеть. Причем он так пристально смотрел, выбирал, наверное. Так-так, вот ты, Лена Джан, иди здесь. Смотреть вечно можно на три вещи. Как течет вода, как горит огонь, и как почта России пытается ускорить доставку посылок. Они решили, что теперь посылки будут доставлять беспилотники. Нет, идея классная, ничего не скажешь. Но во время испытаний что-то пошло не так. Ах, чуть-чуть, ну вот еще чуть-чуть левее и прям в окно попал. Пусть и не адресату, но зато доставили сразу, прям в дом. Высший сервис. А сейчас традиционный топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте Акбар Страктор. Эти матчи были просто что-то. Где наши ребята одержали победу и вышли в финал. Удачи нашим хоккеистам. И, как говорится, айда на хоккей. Вторую строчку занимает вербное воскресенье, которое было 1 апреля. А вот Пасха будет в это воскресенье. То есть завтра. Поэтому всех православных с праздником. И на третьей строчке обновленный мультфильм про Стаквашина. Я уже посмотрел первую серию. И вы посмотрите. Интересно. И напоследок вот такой вот вам веселый, вечно молодой мужичок. И на этом наш выпуск завершен. Впереди еще прогноз погоды. Увидимся в 21.30. Субтитры создавал DimaTorzok Данил Мастер. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в апреле со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань. Восстание 23. Телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Весна капризничает. В предстоящие сутки в республике вновь ожидаются осадки в виде снега и понижения температур. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики ожидается пасмурная погода со снегом. Температура воздуха понизится до 1 градуса тепла. На северо-востоке снег и до плюс 2 градусов. На севере Татарстана тоже не обойдется без осадков в виде снега. Там температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла. На северо-западе перемена облачности местами снег до плюс 4. На юго-западе республики будет облачно, но без осадков и до 6 градусов тепла. В центре республики местами снег и до 3 градусов тепла. В последующие сутки в республике осадки не ожидается. Температура повысится. В Казани будет облачно, но без осадков и до 6 градусов тепла. Ветер северо-западный порывистый. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Ожидается небольшая магнитная буря. Берегите свое здоровье. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова